Шиферные крыши больше похожи на решето. Такие следы оставил после себя град. Размер отдельных ледяных капель с куриное яйцо. Ещё до полудня на улицах таяли небольшие сугробы с крупными льдинками. Четыре штуки и два умещаются в ладонь. Самые отчаянные станичники пытались спасать движимое имущество. Но получили синяки, даже толстые ковры и навесы. Не спасали автомобили. Накрыли, но всё равно сквозь одеяла это всё пробито. То есть это через одеяло? Конечно, через одеяло. В некоторых домах теперь жить нельзя. Кровли пробиты, глиняные потолки, казачий хат рушится. Ночью почти не спали, рассказывает Светлана Фролова, показывая своё жилище. Вот с такой силой его добил, что даже профнастил, металлический профнастил, он пробит. Валерийский ветер и ливень обрушились на посёлок вечером. Этими кадрами местные жители делятся в социальных сетях. Крупный град легко пробивал крыши домов, стёкла автомобилей и уничтожал посадки. Непогода бушует над регионом вторые сутки. Адыгея, Северная Осетия, Ставрополье, Ростовская область. Днём солнце нагревает воздух до плюс 30 градусов. К вечеру налетает ураган с ветром и ливнями. Для юга град дело привычное, но на этот раз огромные ледяные капли больше похожи на небольшие артиллерийские снаряды. В полдень у сельсовета побитый градом станицы массовый сход. Каждый нёс опись уничтоженного стихии имущества. Зафиксировано было на школе, крыша потекла, больница потекла, там свет отключали. Чиновники сельской администрации побывали на улицах пострадавших от стихии. В списке десятки жилых домов. Общий ущерб ещё предстоит подсчитать. К вечеру многие дома с пробитыми крышами выглядели примерно вот так. Синий полок хоть на время, но поможет переждать непогоду, впереди ведь капитальный ремонт. А предстоящая неделя обещает быть дождливой.